Напомню, 14 мая в ДТП под Пензой погибли 10 жителей Чувашии, 9 пострадали. Похороны состоятся 16 мая. Из резервного фонда республики будет выделено 150 тысяч рублей на организацию похорон и выплату единовременной материальной помощи. Об этом сегодня говорили на заседании Кабинета министров. В первую очередь человеческие факты. Где-то устал водитель, где-то не остановились отдохнуть, где-то не заметили, что идет встречная машина. Факт, 10 человек погибли. Хочу попросить вас встать и почтить. Родственникам погибших окажут материальную и моральную поддержку. Организован выезд к месту трагедии. Однако после таких событий традиционно возникает вопрос, кто виноват и что делать. На дорогах России, как в военное время, гибнут тысячи людей. Здесь и министерствами, и совместно с федеральными органами власти необходимо кардинальным образом пересмотреть работу, наметить конкретные мероприятия, чтобы в дальнейшем такие вопиющие случаи ушли в прошлое. Где или вернее в чем будут жить граждане Чувашии? Тема заседания правительства. Определена очередность, согласно которой будут составляться списки на приобретение жилья эконом-класса. В первую очередь в список включаются граждане, проживающие в жилых помещениях, которые признаны непригодным для проживания, либо в жилом помещении, в квартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Во вторую очередь в список включаются граждане, признанные органами местного самоуправления, нуждающимися в жилых помещениях. В третью очередь в список граждан, согласившихся приобрести жилье эконом-класса, включаются граждане, имеющие трех и более детей. Но у нас жилье эконом-класса имеется в виду платность. А аварийным мы как должны предоставить? Бесплатно? Мы обязаны бесплатно предоставить? Их ставим в очередь на жилье эконом-класса и цена определена Минрегионом Российской Федерации. Но чтобы жить в том или ином жилье было комфортно, необходимо уже сейчас позаботиться о бесперебойной работе коммунальных служб в следующем отопительном сезоне. На заседание огласили, в какие сроки будут закончены профилактические мероприятия. Необходимо в полном объеме провести запланированные работы на источниках теплоснабжения, заменить ветхие тепловые и водопроводные сети, выполнить ремонт кровель домов, провести замену внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, выполнить другие регламентные работы, а также опрессовку внутридомовых систем отопления в домах с централизованной системой отопления. Все подготовительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, также в социальной сфере, необходимо завершить до 15 сентября 2013 года. Комиссионные проверки готовности организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, должны быть завершены полностью до 1 октября текущего года.